Здравствуйте, товарищи инженеры! У нас могучие фиксики, у вас перерыв на обед, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Это игра Факторио с глобальными модификациями от Боба и Ангела. Итак, у нас, в общем, на данный момент готов периметр после всех прошлых серий, что у нас тут фиксики делали. Готов периметр, практически готовы сити-блоки. В общем, сейчас ребята у нас продолжат заниматься всей прочей оптимизацией. Вот здесь вот это место будет доделываться, потому что нужно цеха поставить под олово и под свинец. Сейчас, ну, здесь вроде как всё доделано, уже всё подключено, и я буду сейчас заниматься тоже по мелочи всякими разными делами. Вот, думаю, на этом продолжим. На этом продолжим. Я, собственно, побежал делать все свои дела. Такс, а по делам, значит, мне надо просто было ребят отпустить, хотя не все тут хотят уходить, ну да ладно, это их дело. В общем, и сделал, что мне надо сделать. Я хочу сделать некий хаб. Хаб. Ну, хабом это сложно будет, конечно, называть, но, по крайней мере, какой-то, может быть, полувременный, полу-что-то такое, чтобы можно было туда ресурсы все отвозить. Потому что ресурсы будут потихоньку подключаться, пока у меня помогаторы делают вот это всё. Вот на хабе всё это будет копиться. Хаб, я не знаю, я тут думал, как его сделать по-хитрому, вот под эту систему, под обычную. Ничего глупее и проще не придумал, как один вагон на одно месторождение, ну, один поезд на одно месторождение. Примерно так это будет выглядеть. Но под всё это дело мне нужны будут склады, мне нужны будут станции. Ну, и сделать по аналогии вот с этим местом. В общем, сейчас покажу, какая у меня идея на этот счёт. Ну, и дальше будем продолжать потихоньку. Хаб вполне масштабируется, точно так же, как и, скажем, вот это вот всё. То есть, можно его вообще на весь сити-блок занять, этот хаб. И он, в принципе, будет работать вполне себе по-человечески. Ещё, кстати, нужно будет перенести, убрать вот это вот, наверное, производство постепенно. Так, убрать вот это производство. Потому что сейчас, в целом, вот это вот всё, вот это всё у нас начало работать. Поезда ездят. Так, дальше, значит, по поводу стальных балок и всего остального. Стальные балки мне нужны. Так, и нужны для того, чтобы сделать вот этих ребят. Ну, ещё каменные блоки. Каменных блоков, в принципе, у меня где-то тут хватало. Так, каменных блоков у меня здесь хватало. Мне понадобится... Понадобится так, железные пластины нужны. Железные пластины здесь перестали производиться, потому что с хаб перенесли. А тут что-то я смотрю, так они и не сделали, чтобы они куда-то накапали. А, пардон. Железные пластины можно сразу из хабов забрать. Вот отсюда. Точнее, не из хабов, а из складов. Они же сюда у меня сводятся, эти пластины. Сюда, кстати, и сталь сводится, да. Значит, здесь можно всё это забирать будет. Забираем железные пластины. С камнем я ещё хотел что-то сделать, но что-то так как-то и не успел. Блин, да. Надо, наверное, побольше что-то нахватать. Здесь вообще надо было бы покрытие сделать. Что-то как-то мы тут дуплим немножко с этим покрытием. Так, вот эти покрытия. Это значит, забираем. В общем, сразу целую кучу заказать. Я не знаю, сколько мне складов понадобится. Потом, если что, можно будет обозначить какие-то, может быть, фантомы. И по фантомам это всё будет построено. Вот. Сейчас мне нужно именно планировку под этот хаб сделать. Планировку, как я сказал, делаю до тех пор, пока они здесь сегодня разместят. То есть это мог бы разместить и я, как я уже говорил. Но я не хочу просто тратить время и ждать, пока всё это скрафтится и ничего не показывать. Поэтому лучше что-нибудь показывать. Но я надеюсь, все это понимают. Окей. Сейчас значит дальше. Значит дальше. Мне вот не нравится то, что здесь немножко дорожки-то нет. Наверное, я буду прокидывать сюда. Так. В эту сторону. Я сейчас уже особо не объявляю, кто там у нас в фильме снимается, потому что вначале видно всех фиксиков. Кому интересно, можете сами смотреть. Искать себя, если вдруг кто тут сам себя смотрит. Ну и всё такое. Это с пластины. Возьму ещё парочку. Это нужно убрать. Здесь возьму ещё парочку. Так, мне понадобятся железные дороги, наверное, ещё. Но железные дороги можно будет съездить, забрать. Сейчас я свой паровоз отсюда выдерну. Так, и поеду для начала. В общем, хаб какой-то первичный будет вот в этом месте находиться. Здесь будет депо. Его можно продлить в случае чего. Можно отобразить зеркально. Но зеркальное отображение я пока мод не ставил. Оставлю как есть. Хаб поэтому будет вот здесь располагаться. Вообще, его по уму-то надо вот тут вот делать. Прямо где депо находится. Но что-то я тут с депо погорячился. Надо было сразу длиннее его делать. Так что, для примера, поставлю здесь. А это депо пускай остаётся. Значит, отъезжаем назад. Так, и поеду я на станцию... Так, депо. Депо 1-12-10. Вот туда надо поехать. Депо 1-12-10. Сейчас меня мой розовый пони привезёт туда. Будем, значит, размещать нашу схемку. Схемку буду прямо на ходу, наверное, делать. Потому что тут смысла нет что-то запретать велосипеды. Так, что-то я куда-то не туда приехал. 1-12-10. А, ну да, они все одинаково называются. Он приехал, мы свободны. Я сейчас вот сюда встану паровозиком. И начну тут бегать. Встану сюда, чтобы просто... И тормози, чтобы не мешать просто. Даже если этот поезд когда-нибудь разгрузится здесь. Ну, я успею быстрее отсюда уехать. В общем, где я буду ставить наши склады и каким образом это будет выглядеть? Оно будет выглядеть примерно так же, как хаб. Затем лишь исключением, что внутри будут склады стоять. И склады... И складов из этих будет наверх отправляться. И тут тоже будут склады. Звучит сложно. Показываю, как это будет на деле выглядеть. Склады эти сделать просто необходимо. Потому что если сейчас не будет этих хабов, проблема встанет с тем, чтобы ресурсы сюда поставлять. Вот на эти производства. То есть, свинец там, вот это всё. Ну, точнее, базовые материалы все. А потом оттуда вывозить готовый материал. Так, значит, берём схему какого-нибудь текущего хаба. Точнее, даже какого хаба. Текущего депо. Где-то... Вот. Берём схему депо. Так. Я вот думаю, что надо, наверное, сделать хитрым образом. В целом, здесь топливо... Так, тут топливо вообще делается. Топливо можно было бы отсюда ещё заправлять. Но я, наверное, ещё отдельный пояс пущу с коксом. Что кокс у меня производится в этом месте. Его, в принципе, забрать тут недолго. Хотя проблема здесь есть. Если я здесь кокс... Так. Если я кокс тут буду забирать, то может возникнуть ситуация, когда у меня два пояса стоят. Хотя они довольно быстро им нагрузятся. Тут его хватает так 67 тысяч. Тем более он одновагонный. Да, здесь всё нормально будет. Один другому будет дышать в зад. И всё будет хорошо. Так. Пока что мысли вслух идут. В общем, ставим значит блюпринт. Блюпринт у нас... Блюпринт у нас стандартный. Идёт сюда. Но с той лишь разницей, что я сделаю смещение до середины вот этого блока. То есть, вот так вот он будет. А центральную часть, вот эту вот, я её сейчас переделаю немножко. Тут даже, наверное, нужно знать, как сделать. Сделать нужно... У меня вот есть ведь готовые свои чертёжики. Я их сейчас закопирую вот так вот. Тем более, всё одинаковое. Вот, чертёж скопирован. А это нужно удалить, чтобы оно не мешало. Ну и оно всё тут будет по цепочке повторять друг друга. Так, пакуха. Вот, удаляем. И сейчас этим чертёжом я накидываю. Ну да, вот он замечательно ложится прямо сюда. Так, как надо. И это всё будет установлено. В общем, получается вот такой некий склад у нас. Как теперь этот склад в целом будет функционировать? По задумке моей. В общем, здесь переезжает поезд. Он тут же заправляется, уезжает за рудой. Руду берёт, переезжает обратно. Выгружает сюда. Здесь будет стоять вот такой склад. Между двумя рельсами он вмещается сюда. Поезда могут быть... Поезда за ресурсами будут ездить двухвагонные. За ресурсами. То есть, это важно. То есть, тот, который забирает ресурс, он на два вагона рассчитан. Под это под всё будет рассчитана схема. Потому что сейчас схему собираю. И дальше будем смотреть. Надо сразу въезд сюда сделать. Соберу один модуль. Остальное... Вообще, нужно собрать вот это вот товарища. Запустить поезда, чтобы он начал делать кокс для загрузки. Ну, прессованный. Который... Вообще, это всё потом можно будет на твердое топливо перевести. Но пока что это всё не перешло на твердое топливо. Делаем вот это. Перевести всё на твердое топливо несложно. Это делается быстро. Сложнее тут бегать туда-сюда, подбирать ресурсы, необходимые для стройки. Так, станции вроде хватает. Да, у меня нет вот этого бункера. Сейчас я его скрафчу. Станция железнодорожная, конечно, нужно будет немножко переименовать потом. Что-то у меня подземные тоже кончились, да? Точнее, мини-лоадеры. Ну, их не хватит, надо будет поделать их ещё. Так, мини-лоадеры готовы. Ещё мне нужны будут поезда. Сколько здесь у меня в итоге поездов получается? Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, да? Так, ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть, двенадцать локомотивов и сколько там вагонов потребуется, я пока не знаю, сейчас посмотрим. Надо для начала вот этот запустить, так что я сейчас на базу с Гонзою и всё это сделаю и покажу дальше, каким образом я вижу какой-то стартовый хаб здесь. Что схема, она масштабируется. В этом как бы прикол. Я всё стараюсь сделать так, чтобы оно масштабировалось. Чуть позже, ещё плюс вот подобных схем. Тут, конечно, есть минус, то что поезда в стакеры не въезжают. Поэтому они постоянно должны сюда ехать без всякого стакера. То есть, на одну станцию один поезд. Но это нормально для ЛТН-мода, я считаю. И позже, когда на твердое топливо мы всё переделаем, здесь вот это можно убрать и просто сюда твердое топливо подвозить. Вообще без проблем. Без проблем ни разу. Но это будет после нефтянки. Вот, как-то примерно так. Что у нас делают наши помогаторы? Наши помогаторы развлекаются и ничего не делают. Не, на самом деле, они, наверное, по базе где-то ходят. Какими-то вещами тут занимаются, расставляют, подключают вот это всё. Но я их, честно говоря, не вижу особо. Хотя нет, вижу. Алекс, Викифокс, Тургаун, Фолин. В общем, у ребят, жизнь кипит, я смотрю. Так, ну а что? Зачем он сюда поезд поставил? Надо, пожалуй, наверное, премодерацию будет какую-то делать. В мой гараж ставить поезд? Ну, ребята, это несерьёзно. Такс. Значит, здесь доделано. Вроде как всё есть. Осталось только подключить сюда электроэнергию. Электроэнергию, к сожалению, они что-то тут пока нифига не провели. Хотя нет. Ну да, я сейчас её вниз сюда зацепану. Так, давай сюда. Потом кто-то наверняка будет её переделывать. Пока что так оставлю, как есть. Так, всё, да, это подключено. С режима карты проще посмотреть. Всё, вроде всё установлено. Значит, сейчас еду за поездами и запускаю этот цех. И поезда, в принципе, могут у меня начать за ресурсами ездить. Но мне нужно будет, пока они куда-то едут, вот в это место, показать принцип построения моего склада. Так что давайте пойдём за паровозиками. Покуха. Что, задавит ещё? Позор у тебя будет. Шёл-шёл. Помер под поездом, под своим. Да. Сюда. Это сюда. Так, дальше. Сети убираем. Ладно, сейчас мне нужно взять движки. Движков, конечно, больше надо, наверное, немножко пул увеличить. На нашем мини-моле пока что. Да, это мини-мол. Так что макро-мол тут не сделать. Как-то так. Дальше паровозики. 1, 2. Тут есть уже улучшенные локомотивы, но я пока их строить не могу, потому что контроль на транзисторах. Это можно заколхозить, но смысла я в этом не вижу никакого абсолютно. Так, и вагоны. Вагоны у нас требуют железные. Ну, можно заказать побольше. Так, замечательно. В общем, мы-то ждем, пока оно все сделается. Движки, соответственно, тоже ожидаем. Так, движок сюда. Движок сюда. Знаете, наверное, что сразу взять. Надо взять всю разводку, которая мне там потребуется. И обязательно нужно взять мини-лоудеры. Ну, точнее, вот это вот взять. И мини-лоудеры просто накрафтить. Потому что они мне понадобятся там для всего. В этом схеме учитываются. Так, мини-лоудеры при этом требуют подземные. Что-то только подземных, конечно, мало. Побольше этих ребят. Сплитер. Ну, окей, пока что так. Оставим. Возможно, там накрафтить двигатели. Да, на один паровозик хватит. Ну, блин, я тут не на поезде на своем поехал. Пешком побежал. Ну, пешком побежал. Пешком пошел. Тут недалеко идти. Поэтому делаю вот так. Надеюсь, меня никто не задает, пока переход через ЖД делал. Потом можно будет сделать какой-то нормальный переход. Чтобы железная дорога тут блокировалась. И люди могли спокойно ходить. Теперь станцию вот эту можно, в принципе, по названию закопировать, но чуть-чуть поменять. Шифт-право, кнопка мыши. Даже, наверное, можно по схеме делать. Шифт-левая. Так, и расписание поезда. Шифт-право. Я вот тоже таким же поставлю, но... Чуть-чуть поменяю. Ну, чуть-чуть поменяю. Он загрузится сейчас. Вот. Сделаем паровоз. Расписание будет... Он пока в ручном режиме. Здесь, значит, INCOX... Это не ДПО-1, а будет INCOX... Блин, как там у нас склад-то? По-всякому. По-всякому там по-импортному. Варихаус. INCOX VH 12. Это у нас будет въезд, получается, первое, второе, третье. Тут можно по улитке именовать, но я буду вот так. Мне так проще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кто-то скажет, что это нифига неправильно, но я делаю так, как привык делать. То есть, сначала координат в левом верхнем углу. Это ось слева направо. Первое число. Это ось второе число. То есть, поэтому координаты, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. И то же самое вниз. Здесь аналогичным образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Слева направо, сверху вниз. То есть, это получается 10, 12, 10. Так. Пробил 6. Вот. VH 12.10.6. Всё понятно, значит, где он находится, с какого квадрата въезд. И сюда out кокс-1, in. Это я удаляю. In In cox VH 10-12 полностью пуст. Вот так вот. Полная разгрузка, тут полная погрузка. Делает всё то же самое. Теперь, чтобы его запустить, нужно своровать вот эту нюшку топлива. И сделать в целом по той же самой схеме. То есть, я отсюда его заберу. Ну, брикетов кокса. Так. И можно кокса отсюда забрать. И на сотку, конечно, смысла не было с собой таскать. Но, сколько есть. Так, что у нас здесь творится? Это что тут за за интересные тут эти разъезды? Чем человек занимается вообще? Второй раз я на него внимание обратил. Он скоро по популярности, наверное, Константина у нас затмит просто. Ну, и тебе сюда. Вот сюда. Все, он, в принципе, готов. Можно его отправлять в работу на кокс-1. Можешь ехать. Я надеюсь, они глючи не будут, эти поезда. Ну, вот эти два. Но они не должны. Я сейчас даже пронаблюдаю, что здесь у него один вагон, и второй как раз он въезжает сюда. Можно было бы это разделить, это форм, чтобы два они сюда въезжали. Так, это не тот. Где у нас? А, блин, вот сюда он приезжает. Да, если светофором разделить, вполне нормально бы они сюда въехали. Но я этого делать не буду. Поезд тут встанет, подождет. Ладно, хрен с ним. Это все опять такое. Надо все переделать, потом будет. Сейчас мне надо просто запустить в работу, показать, как это все работает. Опять я начинаю очень много и сильно отвлекаться на всякую фигню непонятную. Так, надо лампочку поставить. Что-то ни хрена не видно вообще. Я надеюсь, здесь все доставили. Правда, до последней, конечно, долго очень будет ехать топливо. Но, я надеюсь, за серию успеет она там сделаться. Короче, смотрите, схема такая. Схема такая, кому интересно. Кому не интересно, тоже смотрите. В общем, выгружаем мы из паровоза, заводим сюда. Сюда могут, это такая условная, некая, некая условная перевалочная база. Сюда один поезд разгружает, второй поезд загружает. Либо загружает два поезда. Выгружает, и никто не выгружает, и все уходит туда дальше. Можно так сделать, можно эдак. Здесь, пока что, я сделаю базовые руды, один, два, три. Нет, здесь нужно сделать, один загружает, второй выгружает. И вот они так чередуются через один. То есть, получается у нас система. Сейчас сваргань я тут схемку. Единственная проблема, у меня мини-лоудеры, конечно, пока что нифига не красные. Красные я, походу, сделать, я не могу. Ну да. Требуется пакетник, пакетный манипулятор. Что-есть, печально. Поэтому придется страдать как есть. Скорость выгрузки, она слегка тут просядет. Вот и здесь то же самое. Когда мини-лоудеры нормальные станут, они будут по-человечески работать. Вот, это первый вагон. И, как я сказал, ресурсы будут возить составы на два вагона. Поэтому ставлю сюда вагон. Еще один. в течение вагона локомотив. И выгрузка точно так же идет на два. Почему именно настолько, чуть попозже постараюсь пояснить. Так, что там за трэш происходит, я не понимаю. Если такие фризы будут происходить из-за людей, придется кого-то тогда удалять. так, это сюда. Здесь. Блин, слушайте, я что-то значит тут может быть обсчитался немножко. А, нет, все верно. Здесь еще место получается. Но тут надо чуть подальше выгрузку делать. Вот так вот. Вот, вот так оно должно быть. Все, сейчас все верно. Так. потому что выход должен присутствовать вот такой вот. С одной стороны выход, с другой стороны вход. То есть, чтобы схема нормально работала. То есть, она проходит вот сюда. Здесь идет примерно как-то так. Но я пока условно показываю, как это должно быть. Я схему не стал тут сразу. Я просто прямо сейчас собираю эту схему. Поленился я спроектировать. Но я понимаю, как она должна работать, поэтому все делается очень быстро. В общем, из каждого вагона выгружается по две ленты. Здесь будет загружаться две ленты. Вот это вот уходит на склады туда дальше. А крайняя вот эта лента, она приходит со складов. Каким образом должны склады быть расположены? Я сейчас покажу. А это все у нас просто копируется. И здесь, в принципе, можно тоже поставить какой-то первичный вот такой вот сундучок. нет, нужно ниже поставить на одну клетку. Здесь тогда у нас получится вот так. Тут идет выход, попадает прямо вот так вот сюда и обратно в него. И все очень тут так симпатично и легко получается. Вот это, вот эти обе две, их можно либо логикой, либо чем-то еще тут регулировать. Но узкое место это то, что скорость загрузки из-за того, что у меня нету красных пенелоудеров, она немножко пострадает. Так что будет тут боль небольшая. Так, тут вроде расстановка пошла. У меня есть такое подозрение, что мы сейчас этот засвинец тут нифига не успеем за серию доделать. Потому что время идет, ничего не расставляется, ничего походу не готово там. Так, что еще делать фиксики у нас? Такая небольшая пауза, фиксовая пауза это буду называть. Фиксики приехали, что-то делают. Алексик у нас почему-то бегает пешком. Так, данный гражданин тоже тут у нас не пойми, что делает. Константин Троянский угол. Опять ты метишь столбы, Костя! Что ж с ним делать? Да. Костя, Костя, как тебе не стыдно метить столбы? Ладно. Долой шутки. Здесь в общем это примерно вот так получается. Здесь точно так же вход-выход, но прикол здесь в том, что вот так оно должно быть. Прикол здесь в том, что вот этих выходов вот здесь уже может быть гораздо больше. Здесь можно эффективность повысить. отдачи и приемки. Так. Здесь я смотрю у нас вовсе уже крафт идет? Или не идет? Японский городовой. Тут же гребаный этот шаблон он не учитывает блин. А, подождите, он только нагрузился получается. Ну, тут ничего не выгружается, потому что это надо настроить вот так. Крэйзи механик. Но поезд при этом все равно только приехал. Ну, окей, хорошо. С этим разобрались, значит, загрузка пошла. Блюпринт не сохраняет позиции мини-лоудеров, что куда загружается, что куда перегружается. В этом проблема некоторая имеется. Так, а ты чего ничего не выгружаешь? То же самое, да? Ну, хотя, возможно, я думаю, что это вообще баг вот так вот использовать? Ну, уже известный бог юзер, правильно? Поэтому все вот так вот. Все, здесь починили. Сам сломал, сам починил, это называется. Мне нужно доделать наш склад, наш буфер, как он будет выглядеть. Естественно, модульный, как я уже сказал. А, ну, вот, все наши товарищи уже сюда побежали, видимо, расставляют все активно. Тут за свинец и за остальное. станции расставляются. Ага, ну, Влад у нас решил просто катать, и чтобы все расставлялось дронами. Ладно, его дело. Я не лезу к ним, пускай они сами там разбираются. Кто метит столбы, кто не метит. Так, тут, значит, абсолютно такая же схема. Здесь, сюда мы завозим, отсюда мы руду забираем. Какая бы тут руда ни было, но из одного опять тут еще такая фишка. Вот сюда, вот на это место мне придется подвозить две руды, то есть желтую и синюю. Точнее, даже мне везде придется по две руды подвозить, поэтому загрузка и выгрузка тоже должна происходить хитрым образом. Вот, например, я сюда привожу синюю руду, сюда я привожу желтую руду, то есть блипринт такой же будет. Вот, здесь руда синяя ушла сюда на склады, желтая ушла сюда, но здесь их можно объединить и через этот ящик их направить вот сюда, вот в это место. Примерно так. А контроль делается весь логикой, то есть это в принципе легко организовать. Таким образом я смогу вот из этих всех складов из основных логикой перекидывая наполнять поезд с желтой синей рудой и подвозить туда, куда мне надо. Точно так же можно с тремя рудами делать. Главное здесь цифры выставить. То есть я ведь понимаю сколько у меня стаков возможно в этом сундуке. Ну 768. То есть если мы их умножим на 200, там в один стак влезает 200, это получится 150 тысяч примерно руды в один сундук. Соответственно можно вместимость хранилища посчитать. Вот это я сейчас сделаю и все покажу. То есть сюда мы будем привозить одну руду. Так, но раз она так у нас будет, значит нужно привозить одну руду сюда с двух поездов как раз таки выгружать, а забирать со следующего хранилища. так будет правильнее. Значит я изначально все правильно делал, а тут бес меня попутал. Хорошо, один поезд привозит, один поезд привозит, здесь второй поезд привозит и здесь у меня будет как раз таки забираться желтая и синяя руда вот в этом месте, только здесь, а сверху у нас уже хабы идут. На ЛТН это кстати тоже потом будет все работать нормально. Единственное стоит учитывать, что сколько у меня поездов сюда гоняет и сколько одновременно может сюда приехать. Но это все без проблем делается, настраивается. Чуть попозже. Так, мне нужен только локомотив еще один. Смогу ли я его построить? Да, не могу, но это позже. В общем, сюда тогда у нас получается надо это как-то обозначить. Тоже выгрузка идет. Но вот это все у меня все равно остается. Так, здесь выгрузка. А выгрузка у нас идет ты сюда. Так, а ты идешь отсюда и сюда вниз. Вот таким образом. Ты вниз, ты вниз. Единственная проблема ты сюда. Единственная проблема это сейчас все запитать. Потому что ну вот уже видим, что не хватает. Да, что-то про это я как-то не подумал. Про запитку. Блин. Как-то странно он на одном месте бегает. Но весело. Так, блин, по поводу запитки конечно тут фиаско у нас получается. Не хватает радиуса столба. Что-то я про это просчитал. Потому что здесь нормально будет. Здесь она как раз вот в это место влезает. А тут чуть-чуть не лазит. И подземном я здесь ничего построить не могу. К сожалению. Да, собрался броню принести. Окей. А, фиксики у нас уже собрали броньку наполненную. О, сейчас можно будет ночью видеть. Я их попросил. Они сами точнее мне попросили возможность сделать... Что это тут происходит? Упарываются манипуляторы, которые взад-назад настроены. Локомотив убил Алис Ситх. Ну, нормально. Попросили они сделать временное производство. Я их сказал вот здесь делайте, чтобы не мешало. Просто показываю. Производство как раз под костюмом, чтобы удобнее было бегать. Оно абсолютно никак тут роли мне никакой не сыграет, но вам будет, я думаю, поудобнее это смотреть. Так, считайте просто пока что этого нет. У меня сейчас проблема здесь с этим столбом, потому что я, к сожалению, что-то просчитался. Я схему эту прикидывал в дебаге, а там радиус столбов-то больше было, я что-то временно тогда придется наверное учитывая то, что здесь пока что выгрузка вот такая вполне себе странная идет. тогда вот так вот сделать было бы и все покрытие забрать. Все равно тут скорость загрузки ограничена желтым манипулятором. Тут по-другому, иначе я не знаю как мне сделать. к сожалению. Либо сюда ставить опять же сплиттер. Хотя давайте сюда поставим так покрасивше оно будет выглядеть. И через один я его сюда загоню. Так, этот столб я уберу. Тебя сюда. Нужно запомнить вот это место, его нужно под больший радиус столбов переделать, потому что не влезает, к сожалению. По-другому увы никак. Хотя можно сделать по-другому, но это будет явно богаюз. То есть вот так делаем отсюда, вот сюда. И оно будет работать. Но это крейзи механик. Серьезно. так что нет. Я его уберу. Пока что так поставлю. ну и здесь все то же самое. Абсолютно. Выводим, подводим. Очень много времени это занимает. Ну, ладно, я по крайней мере надеюсь, что кому-то интересно посмотреть логику проектирования. Вот я сейчас ее вполне себе показываю, как она должна идти. Вот здесь будет первый, второй полос подъезжать. Здесь собственно... А, я же хотел обозначить синюю руду. Так, надо обозначить вот так на карте. Иконка здесь значит синяя и желтая. Потому что мне это сейчас надо будет, чтобы подвозить. Остальное я просто закопирую и я думаю фиксикам это поручу сделать. Вот, здесь сапферит. Ой, ёё, какое у тебя нет, тут плохо очень видно будет. Блин, как мне это обозначить? Обозначить можно просто накинув сюда. Да ладно, это я пока запомню сам для себя. Не суть важна. Сейчас я его доделаю и нужно будет заблюпринтить. Так, это сюда. Здесь пока можно это оставить как есть. здесь второй пояс. Здесь в общем всё хорошо. Затем лишь исключением, что нужно подключить столб электрический, потому что нифига тут у нас не подключен. Но я-то сделаю вот такой мега колхоз схемой со столбами. Потому что пока что я перекидывать ничего не хочу и это надо в блюпринте всё иметь. так. И здесь у нас получается сюда и с этой стороны. Вот всё у нас запитано. Мини лоудеры запитаны. Схема практически готова. Её можно размножать. Зато лишь разница, что когда мне нужно будет заполнять два вагона, вот эти нужно будет развернуть. Вот эти оба два. И подводиться руда будет уже по двум каким-то лентам. Или по трем даже лентам. То кто-то будет придумать. Ну и ещё тот момент. В принципе можно синюю и жёлтую в эти два, а смесь пойдёт вот сюда. Но нафиг. Опять же усложнение схемы, не хочу этого делать. Поэтому просто копируем. Так. Всё равно всё остаётся как есть. И сюда. Бах. Да, и как всегда у меня мини-лоудеры кончились. Блин, придётся на базу займить. Да, как бы к концу серии хап-то закончить. Хотя всё равно тут блин, рутина рутиной, а здесь они даже это и не доделали. Не успевают. К сожалению. Короче, тогда покажу каким образом это должно всё располагаться. Так. В общем, один. И дальше они через две клетки повторяют друг друга. Раз, два. Вот так. Я надеюсь, нет, походу где-то накосячил. Здесь накосячил. И здесь накосячил. Раз, вот так вот две клетки должны быть. Одна, две. И здесь. То есть здесь влезает в один блок высоту четыре. Вот этих вот товарищей. То есть восемь влезает в ряд. Один байт. Всё у нас вот так получается. И здесь они через один очень хорошо так повторяются. То есть мы можем через двойной вот такой лоудер выход с одного и вход на другой сделать. И оно всё будет нормально работать. и вот этих вот крэйзи схем когда мини лоудером из одного в другой перекладываем их не будет. То есть я надеюсь с этим понятно. Сейчас надо кстати будет ещё их покрафтить. Тут уже можно всё вот так расставлять. Это примерно так хаб получается. Здесь по сути мне нужно ещё 1 2 3 4 5 6 я не знаю тут так дофига их надо сундуков пускай туда вся руда свозится какая есть. Примерно так это будет выглядеть. Сейчас мне нужно вниз убежать. Точнее на базу к себе вернуться. Я на паровозике не поеду потому что это долго. Вот эти объезды выезжать не хочется пока. Пускай он там стоит. Добежать тем более не особо проблем составляет. Броню нужно выкинуть. броню мне тут уже скрафтили временную. И мне сейчас понадобится ресурс. Вот примерно как-то так. Это кстати производство что-то я смотрю так никак и не сносит. Почему здесь так мало камня идет? А потому что сталь не расходуется видимо из-за этого. Мне нужен камень. да и увозить нужно будет куда-то камень дробленый. Мне предлагали его просто сливать. Ну не знаю я еще пока думал лучше сделать. Так не хватает железных пластин. Ну пускай пока так будет. Мусорный бак. Мусорный бак где-то там у нас на док станции фиксиков был. Туда в принципе можно скинуть. Вот видите рутина еще раз говорю вот говорят вот типа нефтянку нефтянку сделать тут до нефтянки рутины столько нужно что это капец просто тупо не успеваешь все это делать. Так а для того чтобы мне делать мини лоудер мне ничего не хватает вообще понятно синие манипуляторы и желтые подземные их потом можно проапгрейдить будет апгрейд билдер и планером что тут проблем особых с этим не будет в итоге они на переработку все уходят желтый мини лоудер превращается в красный мини дальнейшей переработкой так что я вполне смело это делаю так мне нужны поезда я собственно зачем сюда пришел мне нужны поезда посмотрел просто что хватает нано ботов железо железо мало остается вообще совсем просто мало ладно пускай пока так будет дальше посмотрим и что у меня мини лоудер оказалось что закончилось так вообще вот этот хаб вот этот можно вверх продлевать туда на два вот этих блока то есть он снизу например находится и вот эти все шесть занимают то есть здесь поезда стоят тут сам хаб и все это нормально в сети блок вписывается вполне без проблем так вот это нужно тут закопировать тоже поставить на мини лоудер еще не сделались к сожалению так два два смысла наверное целую кучу тут этих сундуков вставить нету тут можно пока обойтись небольшим количеством покажу логику вот а это доставлять не буду ну потому что серьезно какой смысл от этого от всего слишком много хранилищ тут так то мне в данный момент не нужно хотя не знаю может быть слишком много понадобится может быть я заблуждаюсь что сто пятьдесят тысяч в один влезает а руды будет до хрена вообще что наверное можно поставить вот и по итогу привозим синюю привозим желтую руду они здесь складируются там может через один может как-то еще ну тут это сделать не проблема будет развод и дальше они могут ехать через этот склад этот склад можно отсюда убрать будет то что он тут не нужен и сюда желтый и синий поступать и работать они будут до тех пор пока логикой сюда загружаются и отсюда уже поезда два поезда могут забирать и отвозить на переплавку примерно как-то так так что у нас еще не достроено блин все еще строится серьезно склады все еще делается а не взял подземные красные так и нужно с логикой вот здесь доработать немножко значит раз оно все так это надо удалить что я зря поставил вот здесь у нас вот эти ребята здесь вот эти ребята вход выход ну все я думаю понятно логику все вверх уходит все вниз ну и контроль через именно саму логику идет так здесь то же самое сейчас я тут сделаю сразу чтобы не думалось ну и тут опять же можно при желании в несколько мини лоудеров вот этих желтых поставить то есть через красный сплиттер все это будет наверное работать так а что у нас тут до сих пор это никто не доделал серьезно какой то саботаж идет у нас месторождение покрывают а там доделывать не хотят ну скорее всего ресурсов не хватает или я не знаю чего не хватает или желания не хватает или лень какая-то всех одолела тогда буду сам делать если они это не доделают буду делать сам потому что иначе ну блин не знаю мне нужно нефтянку подключать а все туда уперлось так что там с поездами могу их скрафтить да серьезно простейшие контроллеры ладно побежает она на базу да хаб наверное придется еще доделывать и доделывать и допиливать и настраивать потому что в данный момент ну он выглядит конечно так солидно кубики квадратики но не доделан тут еще влезет один два паровоза и сюда какой-то чтобы здесь что-то выгружать примерно так так с поводу ресурсов наверное еще поднабрать немножко я смотрю то ли железо заканчивается то ли одно из двух не знаю непонятно непонятно вроде все у нас настроено уже а все равно как это хрень недостаточно нужно больше складов богу складов это так называется железная плита кончилась кто бы сомневался он убежать наверх долго сваривай отсюда мне нужно двигатель сделать точнее не двигатель а локомотив двигатель это у меня есть так на них не хватает простейший контроллер сейчас я вниз сгонзаю только не говорите что их тут нету ладно нет они здесь есть так видимо заранее увеличили здесь кстати эти схемы можно будет все блоки потом использовать что-то я тут как-то это мимо глаз пропустил так значит локомотивы 1 2 3 и вагоны 1 2 3 4 5 6 все надеюсь мне этого хватит хотя там вагоны вроде как были так и тут что деревянная плата мы можем всякий случай взять возможно тоже пригодится когда-нибудь такс и мини лоудеры ну блин конвейеров здесь оказалось у меня за глаза проблема в мини лоудерах и в том что нету красных лоудеров вот вот это реально беда так давайте вот так вот сделаем потому что на эти мини лоудеры уходит куча просто вот этого дерьма стальная балка кто бы сомневался ну это все лирика мне надо идти сейчас настраивать и запускать паровоз я надеюсь там хоть какое-то месторождение уже подключено чтобы я туда мог паровоз направить меня интересует месторождение вот с этой синей рудой как оно там стиротит или что-то у нас сапферит я блин с этими названиями никак запомнить не могу стали мне надо пускай 400 к будет так железная руда вообще кончилась не совсем конечно но кончается вот заканчивается вот эти все ленты нужно будет убрать перевести на железную дорогу я одну то настрою а дальше покажу логику и это будет фиксики настраивать чтобы мне саму за этим не копаться потому что операция настройки она такая одно сделал перенес в другое место и все скопировал ничего нового абсолютно тут у меня уже был паровоз да легче жить так и третий состав так пойдет сюда он уже будет смешанную руду возить из этих двух и здесь соответственно нужно сейчас немножко схему эту перекроить то что он смешанную руду будет возить то есть делается просто разворот вот так вот один поезд второй поезд нагружается блин японские города какого хрена я забыл взять подземные красные конвейеры серьезно блин ну это печально здесь кстати беда будет не выгрузить из-за радиуса столбов слушайте что нам требуется на радиус может быть колхозно кустарно на колхозе к следующей серии там в принципе да кустарно не получится вот в танце но все равно любопытно просто узнать где то есть так проще наверное поиском будет найти так электроснабжение столбы лэб а ну тут столбы лэб нужны следующего тира средний столб лэб а где у нас средний столб мк2 слушайте как он требует он у меня изучен и он требует тупо слитки латуни она тогда будет поставить производство латуни какое-нибудь мелкое такое и наклепать этих столбов потому что радиус все-таки вещь полезная и с более высоким радиусом их ставить что вот это мне не нравится но я сейчас это разверну конечно вот так сюда а ну эти сами вообще разворачиваются что я зря их разворачивал умные у нас направляторы все это у нас загружается в поезда по одной ленте пойдет один ресурс по другой другой и он будет идти до тех пор пока его не будет половина сундука то есть вот это просто соединяется у меня логикой ну и логику надо потом настроить что чувствую сейчас я это не успею сделать сейчас нужно донастраивать склады хотя склад здесь в принципе уже готов ну у нас постольку поскольку потому что надо еще достроить их здесь и надо еще подумать насчет перегрузки насчет логики перегрузки из одного склада в другой потому что оно должно идти и в ту сторону и в эту я бы не очень хотел чтобы потоки ресурсов проходили постоянно через все склады то есть мне будет интересно если допустим вот этот товарищ загрузится почти полностью и только тогда он пойдет в следующий потому что проходной сквозной течение ресурсов неинтересно это лишняя нагрузка наверняка это какие-то просчеты идут зачем-то надо бесполезная тема вот кстати может быть имеет смысл вот от этих лент избавиться и немножко оптимизировать слушайте давайте наверное так и сделаем а то как-то тут странно получается стол только надо убрать вот вот так и вот сюда она вполне тогда логично все будет из одного в другой перетекает а здесь ну тут не проблема это все поставить так убираем а нет здесь все-таки не получится ну ладно одна будет не две так а здесь можно обычную красную вот типа того это я сейчас тогда все снесу так и надо блипринт заново будет поставить ну точнее сделать значит я удаляю как и тут ну как-то так она все равно все повторяется как мне разница плюсы модульность сюда и сюда окей здесь вроде все осталось как есть но это все естественно нужно будет настраивать это все сырое это все не готовое это просто капец какой-то так что у нас здесь они построили центральную задроболку большую так почему-то руда здесь одинаково указана желтая а ну да потому что рецепт он еще не настроен а это так не сделано чем они занимались непонятно хотя вот вики фокс вроде что-то строит есть у меня подозрение что каждый взял по чуть-чуть и никто в итоге ничего не сделал надо было одного какого-то человека назначать чтобы такого трэша не происходило а то они все бегают и никто не доделал ну кто виноват не знаю кто сам виноват такс хорошо это готово в общем тут как распределить потоки я еще подумаю можно в принципе вот эти вот основные проходные сандуки сделать и перегружать уже сюда что мне нужен ресурс двойной вот сюда помещать а двойной это отсюда один пойдет и отсюда один пойдет ну либо как-то еще это я подумаю это я сделал так и вот это нужно еще вверх наверное продлить вверх продлить но придется еще один чертеж взять какой-то тут какой-нибудь ненужный мне надо вообще все эти чертежи мне в принципе не нужны этот чертеж у меня есть можно его затереть вот и это все тупо копирую а переходы по мини лоудерам можно будет следующим чертежом сверху накинуть так это сюда и последний получается ну вот так типа такой цех у нас получается такой мега склад тут конечно столько много руды я не знаю не пригодится но я в целом не знаю сколько руды мне в пределах вот этого периметра а я всю эту руду хочу отсюда позабирать и перевести на склады вот каким-то таким образом здесь кстати можно сразу наверное блюпринт поставить потому что все равно они нужны будут плюс у них у всех тут одинаковое расположение идет вот так что не проблема будет установить единственное что их крафтить конечно долго где наше не пропадало вот такой типа склад получается запинаться начал нужно блин нужно 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 нужны красные конвейеры подземные которых у меня нет капец целая серия рутины ушла на то чтобы настроить план хаба но здесь прикол в том что его можно отобразить будет по горизонтали вот так и установить сюда в принципе все будет то же самое останется просто станции настроить станции настраивать это не проблема ни разу надо сейчас отсюда уехать будет так ехать мне нужно куда-то сюда ин стил инстил 1211 а ну вот сюда можно тут уже станция забита так что поехали 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 ездит конечно он далеко мне предлагали здесь делать развороты какие-то вот но я честно говоря не хочу здесь посередине железной дорог вот эти развороты делать что-то не знаю как-то не охота ладно мой розовый пони отправляется в гараж так я пожалуй пойду на док станцию нет или я сначала пойду пополнить что если они пополнить то блин беда будет опять нихрена не хватит опять ничего не растаять будет так убираем вот красных кучу лент мне не надо я что-то погорячил слишком много их взял так только что-то я не сюда их выгрузил так желтый нужно наоборот взять нужно взять манипуляторы синие чтобы эти мини лоудеры дурацкие наделать точно не хватает так мини лоудеры все пускай они крафтятся потихоньку дашь манипуляторы синие все кончились ну пополнен немножко так что у меня еще есть сейчас я все пополнение сделаю мне сплиттеры не нужны так нет они конечно нужны но не настолько чтобы сильно мне нужны столбы хотя зачем мне столбы если нужно переходить на более совершенные столбы не знаю так сюда большой столб лэп большой столб лэп он тут не нужен так ну со столбами я не знаю сейчас может схемку какую-то накидаю и сделаю следующую уровень столбов может и не буду потому что до запуска еще несколько рутин я так полагаю тут вообще очень-очень медленно все делается тут тупо это оно просто не поставил ну вот вот это только доделали только-только доделали это же сколько времени прошло капец то есть здесь будет тут что у нас олово будет здесь будет свинец но не доделано да забавно что ж ладно я серию на этом буду заканчивать эту рутинную сделали тут не очень много но сделали важную вещь а именно был заложен хаб надо будет его немножко тут вот доделать следующей серии в следующей рутине и настроить чтобы он начал ездить я не знаю сколько у меня тут помогаторы подключили месторождений так тут одно есть здесь красное потому что им было задание поставлено подключать месторождение потихоньку с углем с рудой вот эти все синий я естественно отсюда заберу вот ну остальные по ходу дела будут смотреть поезда мелкие будут ездить забирать все это дело что ж на этом все если вам данное строительство фабрики нравится обязательно поддерживать его лайком ставьте комментарии советам уж давать рекомендации может быть вступайте в спор в дискуссию мне это поможет для продвижения ну а вы может быть что-то для себя новое узнаете может быть я что-то новое для себя узнаю потому что в диалогах у нас всегда рождается какая-то интересная вещь можно что-то новое для себя полезно узнать на этом точно все всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии пока-пока